Александр Беляев Он не мог уехать из Пушкина, занятыми немцами, из-за болезни позвоночника он был полупарализован, да, оперирует таким штампом, прикован в постели. И я думаю, что умирать под оккупацией без точного понимания ситуации, без мобильности какой-то, с верой в победу безусловно, но абсолютно без представления чего это будет стоить. Он же умер в 1942 году, когда еще очень неопределенным был сюжет войны. Было непонятно, какой ценой заплатит Россия. Цена оказалась катастрофической, чудовищной. Но для Беляева, я думаю, еще одной трагедией было то, что, видите ли, вот он редкий пример по складу своего дарования, утопист. Он человек, рожденный писать утопию. В свое время Илья Новиков, главарет Ардиса, предложил мне начитать, а я очень любил начитывать, это было, наверное, мое любимое хобби в России. И хобби, кстати, неплохо оплачиваемое. Вот это, пожалуй, единственное занятие, по которому я сильно скучаю. Но я сейчас с помощью нового микрофона буду это возобновлять в Штатах. Он предложил мне начитать подборку ранних рассказов Беляева. Конца 20-х. Это, конечно, никакой критики с художественной точки зрения не выдерживает, но это пахнет журналом «Уральский следопыт». Это пахнет такой молодым, ярким, безоблачным утопизмом 20-х. Многие люди понимали, что все заворачивается и не туда, но Беляев верил, что наука даст людям прогресс, моральную чистоту, моральный императив. Ну, вот там есть замечательный рассказ, например, про слона, которому вживили человеческий мозг. Я думаю, что это абсолютно утопично и антинаучно. Но это удивительно, повесть целая удивительно смешно и трогательно, и мило. И, видите, Беляев, наверное, понимал, куда все идет, потому что «Голова профессора Дуэля» – это ведь не антибуржуазная книга. Это книга о том, как из-за недолеченной ранки, расковыренной, у героини случается гангрен, и она опять теряет тело. А на теле России было слишком много вот этих незалеченных ранок, будущих гангрен, и, к сожалению, пересадить голову на тело чужое, там история, когда эта уличная танцовщица становится, там ей пересаживают тело знаменитой певицы, погибшей в аварии. Она, ну и она, собственно, и погибла из-за того, что пошла на танцы, и ранка у нее, значит, от перенапряжения загноилась. Там не удается, условно говоря, к интеллектуальному телу приживить пролетарскую голову, ведь, собственно говоря, Булгаков работал абсолютно в том же русле, что и Беляев. Просто Булгаков – писатель качественно более, безусловно, одаренный и просто на грани гениальности, а Булгаков, то есть, Абеляев, ну он невероятно виртуозный, изобретательный выдумщик, причем выдумщик и в быту, его дочка вспоминала, что он придумал мыльный пузырь наполнять дымом сигаретным. И этот пузырь был матовым, а когда лопался, взрывался с дымом. Вот у него таких изобретений, идей было полно. И он был вообще человек необычайно мобильный, что с его костным туберкулезом и с его полупараличом очень плохо сочеталось. Еще одна его трагедия была, конечно, то, что человек, так жаждавший путешествовать, так жаждавший смотреть на мир и впитывать его, был прикован действительно к инвалидному креслу. Но при этом, я думаю, главной его трагедией было то, что этот человек абсолютно утопического склада наблюдал, как на его глазах советская жизнь, горячо им приветствуемая, превращается в анчуртопию. Он всем своим существом протестует против дистопии, но дистопия властно вторгается в его работу, и его утопии становятся неубедительными. Зато у него появляются такие прекрасные мрачные фантазии, как остров погибших кораблей, из которого получилась, по-моему, гениальная картина. Аристова, последняя недоделанная, которую заканчивал мамин в результате. Это действительно такая настоящая поэма, ещё и с совершенно очаровательной актрисой, потом посмотрю, с кем. Ну вот, Беляевская трагедия в том, что в отличие, скажем, от Ивана Ефремова, человека очень точного и скептического ума, который всё-таки на краю Айкумена писал, конечно, про сталинизм, там сомнений никаких нет, подменённое завещание фараона, жрецы, которые это завещание подменили. Ефремов был, безусловно, в курсе письма к съезду. Для 1953 года эта книга совершенно отважная. Беляев был гораздо более мечтатель. И, кроме того, в отличие от Ефремова, который был, чтобы палеоантрополог, очень крупный учёный, серьёзно, можно сказать, один из основателей палеоантропологии, если не первый вообще большой учёный в этой области, Беляев ведь учёным не был совсем. Его фантазия ничем не была стеснена. Это такая, ну, это как книги Трублоини, например. Это такая трагедия ранее советского оптимизма, которая начинает проходить через такую вот жгучую и трагическую реальность. Продолжение следует...